Друзья, всем добра! С вами Добрый Данил и обновленная версия ТОПа, куда мы включаем все российские события. Ярославские события мы, естественно, тоже оставляем. Я сегодня нахожусь немножко в другом амплуа, поэтому если вы мне подскажете, все-таки вернуться к классической рубашке или можно какие-то интересные принты использовать, буду благодарен вашему мнению. На данный момент бандитский кот напал на меня дома и сделал мне некие физические повреждения, но надеюсь, это будет не сильно вас смущать. Погнали к новостям! Изоляция российского инета. И здесь мы делаем шаг навстречу таким успешным экономикам мира, как китайская. У нас Госдума приняла закону об изоляции инета и планирует потратить на него 30 миллиардов рублей, что достаточно много и сопоставимо с годовым бюджетом некоторых областей. В чем суть изоляции? Дело в том, что у правительства появится огромный большой рубильник, в котором они могут закрывать тот или иной контент. Пока YouTube, пока Facebook, пока Instagram, ух, нам будет вас очень сильно не хватать. Но как нам доводят до сведения о том, что это нифига не то, что я сейчас сказал, никакое это не ущемление свобод и прав граждан, а это просто безопасность для нас всех, чтобы террористические организации на территории России не работали. Ну и, видимо, чтобы мошенники не работали. Ну и в целом, конечно, благими намерениями усыпана дорога в ад. Прямиком в ад, нахуй! И я очень скептически отношусь к любым видам такой изоляции. И если бы мы, понятное дело, находились в каком-то непонятном состоянии с другими государствами, как сейчас находится Украина, может быть, что-то как-то зачем-то, чтобы провокаторы не смогли ничего сделать. Но, однако, просто так диктовать свои условия – это не очень хорошо. Вот сейчас этот проект, соответственно, на подписью президента. Да и если будет резолюция нашего верховного лидера, и 30 ноября мы уже оценим, как это будет отражаться на нас всех. Корнчим этой ладьи, которая уходит либо в небо, либо на дно, будет Роскомнадзор, который в нашем Ярославском регионе уже хорошо похозяйничал. Помните эту новость, где вставляющего назвали лидером? Так вот, рекомендовали всем, соответственно, массовой информации убрать прямое упоминание и фотографии, как же это выглядело. Те, кто не убрали, сейчас мы не можем на них зайти. Это Яркуб, 76.ru, Ольга Прохорова, главный редактор 76.ru. Ой, я очень сильно переживаю за то, как это будет сказываться на вас, потому что у вас портал очень классный, вы можете поддержать ее в социальных сетях. Сейчас будут готовиться исковые требования, ну и, соответственно, жалобы в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Ну и по большому счету, вот тебе и цензура, не удивлюсь, если ко мне на улице подойдет какой-нибудь человек в штатском, в спортивной форме, например, положив руку мне на плечо, скажет, Данил, ну ты знаешь, что делать. Вот. И если вдруг какие-то видео исчезнут у меня из ленты, из публикации, или я буду немножко похож на собачку в социальной сети ВКонтакте, или вы просто не сможете найти мой профиль в Фейсбуке, я буду с вами, я, естественно, выйду когда-нибудь на связь, надеюсь, со мной все будет хорошо, но вы знаете, что, возможно, тогда кто-то положил мне руку на плечо. Исторически значимое событие, о котором наверняка вы все уже слышали, о том, что радиофизики смогли с помощью большого количества радиотелескопов найти черную дыру, а мало того, что найти, так еще и получить более-менее качественные снимки, ну, как они считают, этой дыры, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в галактике М87. И это огромное достижение, которое смогли сделать ученые на нашей планете, потому что вдумайтесь, как далеко находится этот кадр. Так вот, чтобы получить эту картинку, еще в 2017 году запустили проект Телескоп Горизонта, который снимал всего 4 минуты, и на расшифровку всех этих данных, которых он наснимал, и наснимали группы телескопов, понадобилось 2 года. Объем работы просто колоссальный, и если кажется, что это просто какая-то непонятная картинка для истории в Инстаграме, или для постиков в социальной сети, это нифига не так. Это огромный технологический прорыв, и это значит, что с помощью наших технологий человечества мы уже сможем наблюдать за объектами, которые находятся у нас на невообразимой дальности, и когда-нибудь наши ракеты все-таки будут бороздить просторы Вселенной. Ну, такими темпами, с ракетостроением ждем новых фотографий, видимо, от Илона Маска, который сделает что-то более качественное и более быстро. Ученые вы красавчики, молодцы! Говорят, что Россия страна возможностей, и многие в это не верят. А я верю в это более чем, потому что заработать миллионы рублей это вообще в легкую в нашей стране. Так и исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Беглов решил, что надо с туристов, которые прибывают в Санкт-Петербург, брать денежные сборы за размещение их в городе. По 100 рублей с человека в сутки. И посчитали уже, что вырисовывается несколько миллионной суммы, которую планируют потратить на реконструкцию, на обновление исторических зданий, учреждений, ну и вообще сделать комфортной жизнь в Санкт-Петербурге. Казалось бы, а что она до этого была настолько плохой? Ну ладно, деньги деньгами, пусть, соответственно, решают, если туристы после этого продолжат останавливаться в Санкт-Петербурге. Ну, почему бы и нет? Вопрос. Брать будут с иностранных туристов? А не дойдет ли до того, что русские туристы тоже будут за проживание в Санкт-Петербурге платить эти взносы? Ну, так уж, чтобы все включено. Кстати, Владимир Владимирович Путин тоже поддержал эту инициативу. Напомню, что до этого сборы туристические были введены в Старопольском крае, в Краснодарском крае, но Крым решил отказаться пока от этого дела. Сложное отношение у меня к этой теме. Конечно, с одной стороны, рубить бабки – это очень хорошо, но у нас отдых на курортах, по крайней мере, и так достаточно дорогой. Поэтому я бы, прокурорты, молчал бы по поводу введения еще дополнительных въездных пошлин и взносов за проживание. Ну, а Питер – культурная столица, там, куда ни посмотри, везде исторические здания, которые требуют определенных реконструкций, требуют обновления. И, может быть, это даже и хорошо, чтобы побольше сохранился облик нашего великого кладезня культурных и исторических ценностей России. Однако, если же это будет очередная схема просто по запихиванию бабок в карманы, как же я отустал от вас, хапуги. Надеюсь, что это не так. Песенка про московский мусор. Ах увозят меня, ах увозят меня, в далекую северную даль. Ах три белых коня, ах три белых коня, чайка и еще кто-то там. Вы знаете, проблема московского мусора стоит достаточно остро для нашего Ярославского региона. Но сейчас более острее она стоит для Архангельского региона. У нас-то под Переславлем что-то там планируют и собираются митинги. Но в целом Ярославль мы смогли отстоять по поводу того, чтобы нам больше это дело не возили. Теперь будут возить в Архангельск. И это, конечно, очень большая беда. Вы знаете, я когда встречался с архангельским губернатором, он был крайне адекватный, положительный чиновник, который мне прямо понравился. Люблю адекватных, люблю положительных и люблю конструктивных. Но вот когда он на пресс-конференции начал заявлять о том, что это не люди, которые протестуют против мусора, а какие-то купленные ребята, которые просто хотят похайпить. Господи, это твои жители. И у тебя этих жителей большое количество. Ну как ты можешь такое говорить? Понятное дело, что, видимо, его немножко придавили и заставляют сделать этот мусорный полигон. Ну вот, мусорный полигон Шиест, который планируется в Архангельской области. И 7 апреля вышло большое количество архангелогородцев, которые требовали не допускать московского мусора по железной дороге, да и по любой дороге в Архангельск и в Архангельскую область. А также требовали о том, чтобы губернатор давал до свидания. Что примечательно, после митинга пришли домой к активистам и 10 человек из них задержали. Но 8 и 9 апреля тоже были собрания граждан по волеизъявлению. Было задержано еще 4 человека. Ну и уже есть несколько решений суда по семерым фигурантам. Штраф от 15 до 200 тысяч рублей. Ну и самый большой штраф в размере 200 тысяч рублей получил активист и организатор данных движений. Это Дмитрий Секушин, журналист. И это грустно. Не грустно то, что пытаются ввести мусор. Это понятно, это всегда бы такое было. Но зачем накладывать еще штрафные санкции люди не расшатывали режим. Они делились своим мнением. И они переживают за то, что жить им и жить детям в этом регионе станет плохо. Надо договариваться. Ну и вот это вот кратикальное изменение по поводу политики с московским мусором, чтобы не в Москве складировать, а складировать в каких-то других регионах, мне кажется очень ужасным. Уважаемый Собянин, вы как человек достаточно опытный и как толковый управленец, у которого огромное количество денежных ресурсов, потому что Москва, как федеральный центр, собирает денежные потоки со всех регионов в объеме больше, чем остается всем регионам. Какого хрена получается так, что вы этот мусор скидываете обратно в регионы? Я вообще сетую за то, чтобы пересмотреть политику денежного распределения, и если она будет пересмотрена хотя бы в соотношении 50 на 50, 50 остается в регионы, 50 в федерацию, то тогда вопрос этот может решаться за счет сил региона. Но когда мы уже все бабки отдали, почему вы за наши бабки не можете разобраться со своим мусором? Меня тут упрекнули, и есть за что. Спасибо тебе, Максим. Дело в том, что Иван Ткаченко это лидер хоккейной команды «Локомотив», который из города Ярославля, который трагично погибли в авиакатастрофе. он достоин быть увековеченным, и не только потому, что он прославленный хоккеист, и не только потому, что он знаменитый ярославец, но это большой души человек, и он большое количество своих гонораров жертвовал на помощь людям, он был благотворителем. Но почему-то власти Ярославского региона и ребята, которые управляют городом Ярославля, не предлагали сделать какой-то памятник этому знаменательному человеку. Однако в Дагестане смогли найти силы, средства, и памятник Ивану Ткаченко появится. Какого хрена он появляется первым в Дагестане, а не у нас? Мы что, не ценим своего земляка? Дагестанцы молодцы. Они видят, что это был человек с большой буквы, и отдают должное, и хотят увековечить его память. Я очень надеюсь, что в этот поезд хайпа запрыгнет и наше правительство Ярославской области, и под давлением общественности, общественности, в том числе и под моим, мы сможем добиться того, чтобы какой-то объект, который увековечит память Ивана Ткаченко, появится в том числе и на нашей Ярославской земле. А то, знаете ли, обидно то, что кто-то думает о ярославцах больше, чем сами власти, которые должны заботиться о нас, ярославцев. Так вот, Абдул Амир Гамзаев, депутат Дагестана, предложил увековечить память Ивана Ткаченко, как благотворителя. 10 миллионов рублей все-таки достаточно солидная сумма, причем, что самое примечательное, за 15 минут до гибели Иван, садясь в самолет, сделал свой последний благотворительный взнос просто при перемещении из-за пункта А в пункт Б, не на камеру, не публикуя это дело в социальной сети. Мы тоже пытались попросить, чтобы аэропорт Туношна был переименован в аэропорт имени Ивана Ткаченко, но мнение общественности, к сожалению, не было пока услышано ярославскими чиновниками. Туристический маршрут Золотого кольца теперь может войти город Рыбинск. Не так давно все-таки определили, что это город очень древний, как минимум на 700 лет старше, чем есть сейчас. На данный момент считается, что Рыбинск был основан в 1777 году, однако по подтвержденным данным выяснили, что Рыбинск это результат слияния и роста и развития двух поселений, и значит его дата основания это все-таки 1081 год. На 71 год моложе, чем Ярославль, но это значит, что этот город действительно древний. Появился он из двух поселений, которое находилось на берегах Шексны и на берегах Волги, но самое главное, что теперь этот город может рассчитывать на большое количество федеральных грантов, дотаций, как город с исторической ценностью и древний город. Ну и будем рады видеть Рыбинск в Золотом кольце. Ведь в Золотом кольце уже и так много городов Ярославской области. Теперь их станет на один больше. А это значит, что туристы будут приезжать к нам чуть чаще и значимость Ярославского региона, разумеется, вырастет. Вот такой был топ с элементами федеральных новостей, ярославских новостей. Пишите свои мнения, комментарии, пожелания и просьбы, а также ставьте лайки, делитесь этой записью. С вами был Добрый Данил. Всем добра!